Здравствуйте! В эфире Марина Романюк и программа «Неделя города». Вместе с моими коллегами расскажем о важных темах минувшей пятидневки. Смотрите в выпуске. Физкульт-привет! Николай Любимов поздравил рязанских спортсменов с Днем физкультурника. Как чистят чаши? Уход за украшением площади Победы проводится регулярно. Валерий Седов узнал о гигиене фонтанов подробнее. Вернется ли жара? Синоптик Дарья Ромашкина расскажет о погоде. Сегодня мы гордимся успехом нашей олимпийской сборной. Отдельной благодарности и уважения заслуживают рязанцы, которые прошли долгий и сложный путь к Олимпиаде и уверенно выступили на ней. Отметил Николай Любимов на торжественном мероприятии, посвященном Дню физкультурника. 13 августа на стадионе «Спартак» заслуженным работникам в сфере физкультуры и спорта вручили награды, дипломы и ценные подарки. Накануне Дня физкультурника на стадионе «Спартак» особая атмосфера. Здесь собрались люди, для которых выражение «спорт – это жизнь» обретает буквальный смысл. Профессионалы своего дела. Мы гордимся успехами нашей олимпийской сборной, которая достойно представила страну в Токио. С этого начал свое обращение к ним губернатор. Беспрецедентное давление и противоэпидемические ограничения не стали преградами для наших. Отдельной благодарности и уважения заслуживают рязанцы, которые прошли долгий и сложный путь к Олимпиаде и уверенно выступили на ней. Евгений Луканцов, Олег Гусев и Анастасия Долгова, наш земляк Денис Дмитриев – все они показали невероятный уровень мастерства, а их тренеры проявили себя как талантливые и целеустремленные наставники. Победы на международной арене, успехи на различных соревнованиях – это не просто повод гордиться вами. Это наглядный пример и мотивация к занятиям спортом для всех рязанцев. При общении жителей региона к регулярной физической активности, здоровому образу жизни – один из наших главных приоритетов. Николай Любимов напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу довести к 2024 году долю систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей страны до 55%. Сейчас в Рязанской области эта доля близка к заявленной, по словам главы региона, в абсолютных цифрах – это 478 тысяч человек. Мы идем к поставленной цели и обязательно ее достигнем. Ведь развитие физкультуры для поддержки талантливой молодежи и массового спорта уже ведутся и, безусловно, продолжатся. Он добавил, что за прошедший год появились ФОК в Старожилово, пять площадок для подготовки и выполнения норм ГТО в районах, крытый каток в Рязани. Здесь же начали строить футбольный манеж, модернизировать спорткомплексы в Ряжске и поселки лесной Шиловского района. Именно в районах, в небольших населенных пунктах, обычно и зажигаются настоящие звездочки. У нас такой фабрикой талантов называют спортивную школу Евпатии Коловрат из Спас-Кризанского. У нас много отделений открыто, отделения смешанного боевого единоборства, спортивная борьба, джиу-джитсу, футбол и плавание. Ну, конечно, больших успехов мы добиваемся смешанного боевого единоборства, так как я являюсь представителем этого направления. Мы его давно развиваем. У нас есть чемпионы, победитель первенства России Даниил Горшков, чемпион победитель первенства мира Дарья Сидорова. Она тоже только недавно с Софии приехала, с Болгарией. Часто личным примером тренеры-спортсмены мотивируют и взращивают новых звезд спорта. Меня отец в секцию единоборства дал, в секцию рукопашного боя к Жириху Юрьевичу еще в 12 лет. Он меня со Спаска в Рязань возил. Я занимался, добился довольно-таки неплохих успехов, был призером России. Ну и как бы отдал свою работу, тренерской работе. И 20 лет работаю на этом поприще. Олимпийские виды спорта популярны больше. Но и эта сфера не стоит на месте. Развивается, появляются новые современные виды. Мастер спорта по художественной гимнастике, тренер Анна Градусова. Вот уже 5 лет является представителем совершенно нового направления. Техническая гимнастика – это новый неолимпийский вид спорта, который развивается в нашем регионе с 2016 года. Девочки выступают в командном виде спорта, представляя свои упражнения, естественными движениями тела и набором обязательных элементов. Первый раз я его увидела в Санкт-Петербурге. Этот вид спорта – эстетическую гимнастику. Появилась очень интересная идея, почему бы в нашем регионе не появиться в таком прекрасном виде спорта. Тем более, что девочки выступают в команде. Это очень ярко, красиво. Опыт прошлых лет показывает, что развитие физкультуры и спорта наращивает обороты. В 2021 году планируется возвести еще один открытый комплекс и три площадки ГТО. Спрос весьма велик. Нормативы комплекса ГТО в регионе, как отметил Николай Любимов, сдали уже 30 тысяч человек. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Кто бы мог подумать, но фонтаны в Рязани тоже требуют ухода. Касается это не только качество воды, но и самой чаши. Она загрязняется. А вот как фонтан чистят, наверняка видели немногие. Валерий Седов расскажет подробнее. Здесь вот надо будет плиту тогда вот эту убрать. И вон, смотрите, центральная форсунка ее, хотя бы промыть ее. Видишь, она грязненькая. Сегодня утром фонтан на площади Победы не работает. Однако причина – совсем не поломка механизма. Это плановая работа. То есть она происходит раз в две недели. Непосредственно мойки самого, чаши фонтана. Потом мы его заполним и запустим его в работу. Все происходит по следующему сценарию. Фонтан сливают не полностью и моют боковые стенки чаши с помощью специальных средств. Потом всю оставшуюся влагу откачивают, чистят пол и форсунки. В эти сливные каналы собирают всю воду. Затем ее путь лежит через ливневку. Следом финальная чистка керхером, чтобы не осталось и следа от средства для мытья. Но скопившаяся пыль – это только полбеды. Загрязняют фонтан и люди. Бросают и фантики, и бутылки бросают. Все подряд туда летит. Мы все это постараемся после выходных убрать оттуда, чтобы фонтан, работа фонтана, это не мешало. Потому что обычно вот эта грязь, она забивает наши форсунки. Фонтан начинает работать перебойно. Может какая-нибудь форсунка забиться, она может вообще не работать. Мы в понедельник, в понедельник по пять делаем его, чтобы он постоянно работал. Как бы прочищаем все форсунки и моем чашу фонтана. Даже монетка, по традиции брошенная фонтан, тоже способна забить форсунку и стать трудно разрешимой проблемой. Поэтому от некоторых обычаев коммунальщики предлагают рязанцам отказаться. Вообще мусор, который оставляют люди, убирают часто, с понедельника по пятницу. Саму же чашу только пару раз в месяц. Чистят не только фонтан на площади Победы. Городские службы работают и по другим адресам. Театральная, цирк, городской ЗАГС. И только от культуры рязанцев зависит, сколько препятствий будет на пути у таких чистильщиков. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. В заключение соглашения и в целом большое присутствие лидеров аграрной индустрии – главный итог дня поля в Рязанской области. В нем приняли участие 75 ведущих российских и зарубежных производителей – сельхозтехники, оборудование, средств защиты растений, семян и удобрений. Компания «Лидея» – один из лидеров семенной индустрии мира, предоставила новую линейку гибридов рапса, кукурузы и подсолнечника. Компания «Лидея» – яркий представитель мировой семенной индустрии. На сегодняшний день французская компания входит в топ-10 мировых компаний на рынке семян подсолнечника и кукурузы. «Лидея» объединила в себе передовую генетику французских производителей «Еврали Семанс» и «Кассат Семанс Групп», что позволило усилить позиции на рынке семян кукурузы и предлагать достаточно широкий ассортимент гибридов. День поля в Рязанской области – лучший шанс продвинуть свою продукцию. Во-первых, сама компания планирует увеличение объема продаж по нашим главным культурам – это кукуруза, подсолнечник. Как вы знаете, в настоящее время идет потепление климата, то есть движение таких типолюбивых культур, как кукуруза, подсолнечник на север, в том числе и на Рязанскую область. Мы здесь представлены несколькими технологиями подсолнечника, то есть и «Экспресс», и «Клеарфилд» есть. И также сюда мы продвигаем линейку кукурузы, в том числе и ранней, и зубовидной кукурузы. Повышение урожайности и качественных характеристик продукции – незыблемая основа работы компании «Лидея». Здесь тонко реагирует на любые изменения рынка, постоянно растет линейка гибридов. На новые тренды, такие как глубокая переработка кукурузы, повышение спроса на сорга, «Лидея» реагирует оперативнее всех. Чем она интересна? То есть это за искусствующая культура. Ее сеют там, где не растет кукуруза. На данный момент у нас есть несколько гибридов, то есть порядка семи. Чем они характеризуются? То есть у него это гибриды возделываются как на корм для птицы специально, это краснозерный сорга, так и соры белозерные, это для производства детского питания. Для качественного и бесперебойного обеспечения российских аграриев посевным материалом в Воронежской области был открыт завод «Танаиз». Строительство крупнейшего семенного завода в Павловском районе компания инвестировала более 2 миллиардов 700 миллионов рублей. До конца 2026 года «Лидея» планирует реализовать вторую очередь строительства с удвоением мощности. Перенос производства в Россию позволит обеспечить российских аграриев востребованной продукцией в достаточном объеме. Компания с гордостью представит семена, унаследовавшие европейское качество и генетику с лозунгом «Произведено в России». Улица Братиславская, где сейчас ведутся работы по замене теплотрассы, перекрыта от Гагарина до Славянского проспекта, что не может не расстраивать местных жителей. Альтернативной дороги нет, поэтому автомобилисты ищут пути через дворы. С места наш репортаж. Теплотрасса, уложенная под этой дорогой в 1988 году, отмечает свое 33-летие. Почти как Илья Муромец, шутят рабочие. Вскрытый асфальт демонстрируют возрастные пролежни, проржавевшие местами истревшие. Эти трубы вряд ли выдержали бы еще один отопительный сезон. На данном участке происходит капитальный ремонт магистральной теплосети диаметром 500 мм, протяженностью общей трубы 1200 метров. Стоимость данных работ порядка 51,5 млн рублей. Работы начались в середине июля. Будут закончены ближе к сентябрю. Точечные работы за 30-летнюю эксплуатацию теплотрассы, конечно, проводились. Но теперь все масштабнее. Полная замена коммуникации на новое современное оборудование. Понятно, что дело это непростое, требует и времени, и средств. Но, как говорят подрядчики, будет на века. По окончании работ на этом участке Братиславской, они обещают и восстановить дорожное полотно, и оборудовать тротуары. К первому стилю будет, во-первых, открыт проезд для машин к школе, однозначно. И асфальт будет новый. Как видите, покрытие снято, покрытие будет уложено. Самое большое недовольство людей, конечно, вызывает отсутствие проезда. Улица перекрыта полностью, альтернативной дороги нет. Приходится, как выражаются водители, прыгать по бордюрам, нарушать, въезжая под кирпич, просачиваться через дворы. В общем, выкручиваться всеми мыслимыми и немыслимыми способами. К сожалению, это пока вынуждены и временные меры. Подрядчик ведет интенсивно восстановительные работы, то бишь производит капитальный ремонт. И в ближайшее время уложатся трубы, закроются лотками, будет сделано асфальтовое покрытие, и из дворов все уйдут. К сожалению, в данном случае иного способа отремонтировать участок теплотрассы на Братиславской нет. Но рабочие здесь буквально день и ночь, чтобы уложиться в срок и избавить местных жителей от проблем с отоплением. А автомобилистов просят немного подождать. Пару-тройку недель максимум. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Недалеко от Маминого сквера в Дашково-Песочне должна появиться собственная поликлиника. Мы обязательно проработаем этот вопрос, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на встрече с активистами ТОС Васильевский. Он ответил на самые актуальные вопросы горожан и пообещал поддержать проект мемориального комплекса рязанским летчикам, героям Великой Отечественной. Так называемый «Мамин сквер» на улице Васильевского в микрорайоне Дашково-Песочне открыли еще 4 года назад, но и сегодня он выглядит, как будто ленточку разрезали только вчера. Местные активисты бережно ухаживают за этой территорией, но хотят большего, например, масштабного граффити. В новом микрорайоне все должно быть новым. Здесь уже есть детский сад, школа, теперь появится мемориал «Летчикам-героям Великой Отечественной». Стоимость проекта 2,5 миллиона рублей. Намного больше, очевидно, понадобится для возведения главной мечты Васильевцев – новой поликлиники. Вопрос берем в разработку, заверил губернатор. Надо просто чаще встречаться. Вопрос этот тоже будет обязательно решен. Мы сейчас просто вот уже уточняем сроки, потому что здесь это связано с финансированием, в том числе и с федерального бюджета. То есть, ну, громадное количество вопросов и есть запрос на вот такое общение с властью, и с муниципальной, и с региональной от людей, потому что они видят, что у них получается. Видят, что их активность, она трансформируется в конкретный результат. Это очень важно. Мамин Сквер – традиционное место праздников, связанных с материнством и детством. Новый мемориал летчикам-героям должен стать продолжением реконструкции Вишневого сада. В программе благоустройства также расширение дороги на так называемой Сережиной горе. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники СОБР продолжают свои тренировки. В этот раз они показали съемочным группам города, как проходит работа отряда, если преступник засел на корабле. Валерий Седов с места событий. Работает СОБР! Руки наезде! Отряд работает быстро и четко. Весь штурм занимает меньше минуты. Теперь СОБР контролирует как верхнюю палубу, так и все помещения внизу. Это только один этап тренировок. Потом разбор полетов и новый заход. Втягиваемся на корабль, последовательно забираем помещение. По команде новый заход. На теплоходе прогулочного типа спецы тренируются два раза в месяц. Прямо с начала навигации. Новые бойцы отряда изучают строение корабля. Парни же бывалые отрабатывают свои навыки. Ввод на этого эпизода террорист вооружен. Силового сопротивления не ожидает. Сам теплоход при этом пришвартован. Если корабль стоит пришвартованный, то изучаются подходы, планировка пристани, пирса, глубины. Если корабль захватывается на ходу, то тогда изучать особо нечего, только отработка. Штурм проводят с разных точек. Первый отряд заходит с катера силовиков, второй – с пирса. Задача отработана, вводная меняется. А теперь преступник знает, что собровцы вот-вот проведут штурм. Он вооружен и готов оказать сопротивление. Поэтому работают тяжелые. Щиты по готовности вперед. По готовности вперед. Две группы со щитами к цели движутся медленно, но верно. Вес щита 32 килограмма, но в осторожном подходе не это главное. Цена ошибки сейчас – человеческая жизнь. Ты контролируешь сверху, они открывают, смотрят. Все так же. Прогулочный теплоход как пришвартованный, так и на ходу собровцы штурмуют дважды в месяц. Впрочем, на железной дороге и автовокзалах тренируются не меньше. Расписание плотное. Нормативы почти как у олимпийцев. Чтобы в нужный момент операция прошла за считанные секунды и без потерь. Как учили. С 3 по 8 августа в Рязани прошло уникальное событие – Библио Мещера. Это лагерь молодых библиотекарей России, наследница знаменитой Библио Тавриды, которая проводилась в Крыму. Теперь площадкой стала Рязань. Вот, друзья, там мы посмотрели, сейчас с вами стоит наш былинный богатырь Илья Муромец, наш земляк, кстати, Муромо-Рязанское княжество, 12 век. Вот это представитель былинной заповедной Руси. Здесь мы с вами видим Василия Филипповича Маргелова, это уже наш, я считаю, рязанский богатырь, богатырь наш современник. Вот на таких людях, собственно говоря, и держится Русь, Россия. Эту выставку мы, кстати говоря, подготовили к 75-летию Победы в прошлом году. Это экскурсия для необычных посетителей. Гостями Рязанской земли стали библиотекари со всей страны, а посещение выставки – часть культурной программы. Все они участники летнего лагеря молодых библиотекарей Библио Мещера, который стал своеобразным культурным наследием Библиотавриды. Татьяна Поздеева приехала из Благовеченска. В 18-м году она была обычной участницей лагеря. Сегодня спикер, который передает опыт своего города. А опыт этот разный у всех. Даже пандемия внесла, кажется, индивидуальные коррективы. Это новый вызов для библиотек. Одно можно время просто закрыть двери, не впускать ни посетителей, не выдавать там литературу и так далее. Можно просто перейти в цифровое пространство и развивать себя там. У нас в городе Благовеченске ребята хорошо работают и с VR-системой, и предлагают различный интересный контент в сети, предлагают какие-то там акции в Инстаграме. Ну, то есть очень много там вариантов. И это, в принципе, библиотекари делают так по всей стране. Татьяна Поздеева не только спикер, но и участник лагеря. Таких, как она, еще 16 человек. Библиотекарида всегда была не особо массовой. Однако на этот раз делегаты приехали со всей страны. От Дальнего Востока до Мурманской области. На повестке 6 дней тренингов, лекций, мастер-классов от ведущих специалистов России в области библиотечного дела и прикладных дисциплин. Здесь более камерно, здесь более точно, более глубоко. При этом идея проекта о таком жестком погружении в основные проблематику, поиски решений, вот если видно, за мной сидит группа и ломает голову, как она будет жить дальше, да, это тоже, это дорого стоит. Этот проект, мне кажется, даже он немножко другой. Он не мог быть таким же. Он глубже, да, вот. Он острее даже в какой-то момент. Более острый такой. Он более концентрированный. Библиотекарида появилась после обидного казуса. Библиотекари не взяли участниками на Тавриду. Тогда они решили провести свой фестиваль. Получилось так успешно, что уже через два года и библиотекари свое заветное приглашение получили. В прошлом году вмешалась пандемия. А в этом же крымский лагерь перекочевал на Рязанскую землю. Вы можете добавить свое пожелание. Это обязательные пункты, которые должны быть учтены в проекте. Здесь действительно фраза тяжелого учения приобретает свой смысл. Многие библиотекари, которые прошли эту школу, стали новаторами своей области и задают тренд другим городам. Каждый год веяние моды меняется. Меняются и технологии. Поэтому библиотеки страны должны не только успевать за ними, но и опережать, чтобы не потерять свою актуальность. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанские керамисты вернулись из Вологды с межрегиональных мероприятий. Мастера изготовили так называемые огненные скульптуры. То, что вы видите на своих экранах, так и называется огненная скульптура. Делают ее из глины сразу над самодельной гончарной печкой. Статуя служит трубой. Печи раскаляют до 1300 градусов и почти сразу же показывают зрителям. Конкретно эту скульптуру сделали рязанские мастера. Как говорят, жизнь огненной скульптуры 15 минут. То есть, когда она вот эта раскаленная, открывается кокон, в котором мы ее заматываем, чтобы она обожглась, и она горит. Она работает как светильник. Мы кидаем опилки. В это время сноп искр. Это вот такое огненное шоу. По замыслу, горячая скульптура – это фигура двух влюбленных, между которыми расцветает древо жизни. Эта работа совсем свежая. Ее рязанцы изготовили в Суздале буквально неделю назад. Чуть раньше, в июне, на Вологодском фестивале тоже было жарко. Это цветок папоротника. Рязанцы слепили его вместе с коллегами из Кирова. У северян была фигура птицы сирен. Работа неслажена, на свежем воздухе. Любой зритель мог подойти и рассмотреть в деталях процесс, который занимал не один день. Изготовление скульптуры примерно занимает 3-5 дней. Лепка. Дня 4 уходит на сушку. Ну и один день обжига. Виктор и Наталья работают в паре. Мужчина преимущественно трудится над формами. Он в гончарном теле больше 20 лет. Раньше, говорит, тянуло к живописи, но попробовал поработать с глиной и ему понравилось. Теперь любовь в живописи вылилась в декорирование форм. Наталья же больше работает над росписью. Вкупы у рязанцев получается создать незабываемые творения. Это не только огненные скульптуры, которых уже 4, но и фигуры разных форм. Это глиняная свистулька называется окарина. У нее несколько дырочек, и она может быть самостоятельным музыкальным инструментом. Что еще в ней интересно? Она расписана ангобами. То есть это не глазурные краски, они вот не блестят, но они цветные. А Карина, как и все, в комнате работы учеников-керамиста. Помимо того, что вместе с Виктором они покоряют красотой своих работ чужие регионы, Наталья еще и преподает у детей от 3 до 9 класса. Эти фигурки – легко узнаваемые литературные персонажи. Впрочем, есть кое-что посерьезнее, например, истории жизни. Памятник Евпатию Клаврату вместе с автомобильной пробкой на улице Ленина. Мне вот как педагогу очень помогает то, что я работаю как художник. Вот, например, меня интересует какая-нибудь тема, вот я просто у себя в мастерской делаю эту тему, и я эту же тему приношу детям. И мы вот вместе, ну то есть то, что у меня горит, то я им и тоже даю. Учебный год вот-вот начнется, и скоро в этих помещениях полных застывших фигурок появятся как новые, так и бывалые ученики. А их преподаватели и лаборанты параллельно с обучением будут готовиться и к предстоящим конкурсам, один из которых пройдет совсем скоро в Скопине, и рязанцы обещают снова всех удивить. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на сайте телекомпании и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова